Девятая троллейка, да? Да, 60 лет. Да вот это... Вот он сяги, это... Сын маленькую кошку. Вот он что сяги. И, значит... Наверное, да? Да. Ах, ты снимала? Ну-ка. Да это день рождения был, вот, вот, и 70... Малочек-то его... Да. А это, вот, видишь, карточку-то испортила она. Поверьте на свету, но для меня здесь нет. Да, да. Да, да, да. Не впервые. Ну-ка, на другое смотрите, давайте больше. Накрасно. Все, можно, да? Так, ну, начнем, наверное, с самого главного вопроса. Что для вас есть любовь? Любовь, это, ну что, взаимодействие между собой, чтобы и цены не бежать друг к другу, чтобы жалеть, и чтобы дольше прожить. А у вас? Ну, то же самое. Уважать друг друга, да? Как что, помогать ко всем, продать ей, кто-то, всем. А с чем у вас ассоциируется это понятие? Немножко подумайте, с чем это ассоциируется, вот, любовь? Любовь и сразу... Ну? А любовь и что сразу? Ну, ну что, ну, я внук легко одну, и мне тоже скучно, и все. А вдвоем нам веселее, мы везде ходим, вот, и в октябрь ходим, и везде. А, ну, это все равно, ведь не так пойдешь, это все равно уже не то. А так, вот, вместе идешь, и общее какое-то у нас развлечение, и все, и, да, и не знаю, как-то так, кто-то лучше вдвоем-то. Так, ну вот, вот, вот вы говорите, вместе веселей. А что может послужить разрывом семейных отношений? Да не знаю, пока у нас нет ничего такого, не знаю, это что, если только, может быть, он будет выпивать, другое дело, а так пока все нормально. Скандалы, скандалы. Да, скандалы, если вы говорите, это из-за... Или дети, может быть, чего-то там могут быть против, или что-то, чего-то, то, конечно, может быть скандал. Но пока у нас нет. Все нормально. Ну вот, начнем с вас. За что вы полюбили, Михаил Иванович? Вообще можно ли за что-то полюбить? Во-первых, что? Спокойный. Самое главное в жизни, вот, спокойствие. В этом возрасте нам уже сейчас нужен только покой. Вот, потому что, ну что, у нас все есть, ну уже, что, покупать чего-то нам, что ли, да, как вот вам, например, конечно, этого нам ничего не надо. Жить у нас есть где, вот, пенсию получаем. Так что, я его полюбила. Вот он играет, у меня и тот муж был тоже баянист. И вот, и вот играет на гармошке, мне нравится. Я тоже пою, другой раз. Ну, думаю, вот. И потом, как человек, он очень хороший. Да, и спокойный. Так, у нас как-то с ним, в общем, сложились отношения. Мы, вроде, подходим друг к другу. Вот. Ну, и еще чего. Вот, самое главное, что спокойствие. Спокойствие. А в наше время сейчас уже нам нужен. И ему какой нужен. А что так, он вот, если бы без меня, я не знаю, может быть, бы хуже было. Не знаю, может, лучше. Ну, конечно, хуже, чем я. Хуже. Хуже. А вот, вот, по-вашему, можно ли вообще за что-то полюбить человека? Может быть, за доброе качество? Кто-то по расчету вот выходит замуж? Или вот не... Кто-то сама по себе? Нет, я, например, не по расчету. У меня все есть. Мне ничего не надо, мне квартира есть. Жить у меня есть где, и все. Ну, просто вот так, что не скучно было. Я вообще такой человек люблю общество. Вот. Ну, и не хочу в одной находиться. Так что, вот, мне он понравился за то, что он играет на гармошке. И веселый такой, и спокойный, самое главное, спокойный. Ну, и у нас все хорошо. Как вы познакомились с подругой своей жизни? Мы познакомились с Домом культуры. Там были игры гармонии, половина ходим, половина на ретро ходим. Два раза в месяц ходим. Ну, там познакомились. А помните ли вы первое свидание? Было ли оно у вас? Было первое свидание, конечно. Было. Там на танцах и было, первое свидание. Я ее пригласил танцевать. И так уже познакомились. Позже вечером познакомились. Ага. Ну, что вы больше всего запомнилось с той встречи? Какая она вам больше всего запомнилась? Вот сейчас, какой вы ее помните? Я была с внуком, в общем, и когда мы с ним сидели там на диванчике, я еще как-то не танцевала сначала, сидела просто. Мы первый раз пришли с ним, с внуком пришли. Вот. И потом отца моя вот этот дружин, значит, он, видимо, ему подсказал, что говорит, я тебе дружин, мне дружин. Ну, и он меня пригласил танцевать. Пригласил, а мне Андруша говорит, баб, да зачем ты с дяденькой танцуешь? С тетенькой танцуй. Ему 12 лет было. А вот уже. И мы потом с ним, ну, то есть, так танцевали вечером, так танцевали вечер, да. Вот, а потом они, значит, домой пошли, и мы тоже с ним домой пошли. И вот он идет дорога и говорит, баб, ты не танцуй с дяденьками. Ну, а потом, ну, а потом он уже не ходил, конечно, а то так один раз и так-то был, и все. А Михаил пришел опять. Ну, а я-то я ведь вот первый раз только в то время пришла, я ни разу не была никогда. Вообще-то на танцы ходят, ходили, видимо, уже года 4, что ли, 3, а ну-то так. Ну, вроде бы, да еще спокойно, что супруги-то ходили, уже на танцы, годы 2 ходили. А я не ходила. Так что-то я привык ходить на эти танцульки, так уж и было. Ну, могли бы вы себе представить, что вы встретили там вот свою вторую любовь? Ну, я, собственно, не сказал там настоящего богатства, ничего, никого, но она мне понравилась сразу, как можно сказать, с первого взгляда, с первых танцев. И так решила, что познакомилась с ней, и авось, да. Пойдемся. Авось, и саша, скажите, считаете ли вы правым такое утверждение, что о любви все волжесты покорны? Да, конечно. То есть и в пожилом, и в молодом возрасте. Еще в молодом возрасте, конечно, она, любовь своя, как-то по-своему, другая совсем. А сейчас уже любовь такая, что вот нужно беречь друг дружку, но все равно какая-то такая вот привязанность к человеку. Ну, не знаю вот как. В общем-то, сама любовь есть любовь, да? Да. В общем, такая же, как у молодого возраста, как любовь. Как же вот, например, если уйдет куда-то, переживаешь. У нее нет долга, он тоже переживает. Вот, так что это самая любовь, да, есть. Ну, вот вы говорите, что сейчас для вас очень важно это вот что-то совместное, то есть сочувствие друг к другу. Вот если бы, например, познакомились в молодом возрасте, то вот на ваш взгляд, какой должен был быть ваш избранник? Все равно должен, чтобы быть, самое главное, чтобы понимать друг друга. Понимать нужно, чтобы, ну, как сказать, например, что я бы хотела чего-то, и уж он бы не должен был против. А как-то бы прислушиваться друг к дружке нужно и все, и обиды прощать, и все нужно было. Ну, и теперь все это же. И сейчас все так же. А вы, Михаил Иванович, по каким критериям вы выбирали себе подругу в молодом возрасте? Ну, и выбирали, скорее всего, так. Ну, что бы, уважала меня, душевная была такая, веселая, тоже спокойная. Деловая, конечно, чтобы была не ленивая какая-нибудь, а деловая. То есть у вас критерии к своему партнеру они не приняли? Ну, симпатичные, симпатичные, конечно же, потому что, как говорится, приятные. Есть ли у вас такое, что кто-то из вас один была в семье? Или такое, кажется, наследие? Да, все пора у нас, да. Что она скажет, я сделаю, что я скажу, она делает, не отказывается, как у нас такого, командование такого наследия, демократик. Ну, а как вы распределяете бытовые какие-то обязанности? Кто-то постирает, кто-то уберет? Ну, как? Конечно, это все на мне. Ну, а он-то еще занимается ремонтом, ведь вот гармошек, у него времени нет, приходится вот так уж мне все. А у него работа, он деньги зарабатывает. Житья бытия ни на что не дуться, как на прожить, на демушку. Я сейчас не работаю, вот уже два года не работала. Я после, как ушла на пенсию, еще работала 7 лет в поликлинике администратором. Вот он ко мне и приходил тогда на лечение, специально пришел. Узнал, что там работает, не болел нога, взял направление специально, чтобы познакомиться, кончать идет. Понятно. Потому что познакомиться. Я ходил каждый день, ежедневно. Она меня там записывала, армистрировала. Да, было. Дело пошло. Ну вот, современные ученые, они говорят, что сейчас общество уходит вот от этого института брака. То есть многие предпочитают жизнь в гражданском браке, не зарегистрировав свои отношения. Вот. И как по-вашему? Бывает ли это, точнее не бывает, а такая семья, она крепкая? Или же все-таки вот брак, печать в паспорте, она что-то дает? Я вот думаю, что ничего не дает. А мы тоже не зарегистрированы. Нет. Я по своему фамилию, по своему фамилию. Нет, мы не зарегистрированы. Ну, молодым, конечно, дает. Скажи, то разводы, то другое, то и как, и не терят. А так? Взял самоданы, кто-то пошел, и все. Дело кончилось. Все же все. Конечно, штампик что-то дает. По-моему. Я молодежь. Я молодежь. Мне кажется, ничего не дает. Если захотят уйти, так и штамп не держит. Ничего не держит. Держать удержит, но все же. Ну вот по-вашему, какие отношения более крепче, когда брак совершается в молодом возрасте или уже в зрелом? Нет, в зрелом, наверное. Почему? А молодые сейчас, посмотрите, как мало живут. А ведь вот, ну да, конечно, в то время, когда мы вот сам ходили, там, конечно, не такая жизнь была. А сейчас, не знаю. Сейчас молодежь не та, совершенно не та. И сказать, что укреплите самое, не знаю. Я вот не могу сказать. Что вот им мешает, чего так, не знаю. Ну ведь все переживает, приходилось и все. А сейчас молодежь не переживает. Сразу бросает, и все, и расходится. Не знаю, а ты как думаешь? Да тоже так же думаешь. Тоже так же. Конечно, молодежь стала уже более такая, как сказать, нетерпимая уже, не терпит. Как чуть по скандалу. Да, и все. Все уже, как говорится, принимает все так. А если у меня брак сделал, там уже другие ценности? Да, ну и люди поспокойные уже. И уже, как говорится, лишних таких скандалов не будет. Пустяковых из-за пустяка бывает что-нибудь. Все уж как-то. Нужно уметь прощать. Да, еще очень. А ведь если гордость, конечно, прощения-то не дашь, если гордость есть. Вот. А сейчас молодежь вся такая гордая. Современная молодежь сейчас не та. Что вот у нас, как мы вот с вами жили. Все было в жизни, все. Но терпеть, нужно терпеть. А сейчас никто не может терпеть сразу. Нравится вот это вородить, шатовка эта вся. Почему много сейчас и разводов. Очень много. А даете ли вы советы своим детям или внукам в семейных отношениях? Как же, Господи, говоришь, говоришь. Все делается по-своему. Как хотят, так и делают. Разве не говорить приходится. Ой, сколько говорить-то приходится. Приходится говорить так, чтобы хоть вино бы не пили. Уж чего там говорить другой. Ну, вообще, вы могли бы подумать, например, в молодом возрасте, что судьба когда-то там сведет вас вновь? Ну, не вновь, а вообще сведет вас? Нет, конечно, не думали никогда. Я думал, спокойно, сопроводим, буду доживать всю жизнь, или золотой свадьбы доживем. Ну, случилось дальше. Ну, четыре года будет, скажи, как я, я тоже. Думал я, конечно, что не придется с тобой жениться. Да. Не думал. То есть не задумывается, не задумывается об этом, да? Конечно, не задумывается. Задумывается. Ну, вот говорят, что семья считается неполной, если нет в ней детей. Это так вот, по-вашему, сейчас? Ой, как сказать, сейчас? Не больно уж, хотят и родители детей-то. Не знаю, как. А детей сейчас совсем мало. Нет, не знаю. Нет, у одного сына двое. А у одного сына только одна, и все, больше не хотят. Да, конечно, а тоже один. Очень не надо. А жизнь, и вот, и все бы есть, ведь и все, вот, что бы, да? А не надо. Все равно сейчас ведь и помогаешь, и все бы так, для жизни. Ну, все-таки молодым сейчас топи, не дают денег, вон, было, сколько перерывов всяких, да? Но ведь пенсионеры так и помогают своим детям. Конечно. А они не хотят. И поколение сейчас такое, что детей не очень-то нужно. А сколько бросают? Да, погоди, погоди, сейчас я запишу. Сколько бросают? Запишу, взять, запишу, дай мне записать. В пору вашей молодости такого. Нет, там после войны даже не было этого. Чтобы столько детей брошенных было. Как вы спешите, она вроде бы не бросила. Нет, нет, нет. Даже после войны детей было гораздо меньше брошенных, как вот сейчас в мирное время. Вот, хотя, конечно, мало платят детям, это, это, роженицам. Но сейчас, по-моему, роженицам тоже стали платить хорошо, что-то. Ну, у вас есть какие-то общие интересы, которые вот вы, может быть, фильмы смотрите, книги читаете, которые обсуждаете прямо вот? Ой, нет, мы книги не читаем, откровенно говоря. Некогда. Государство, я же все книги не прочитала, наверное. А фильмы смотрим, конечно. Ну, и возмущаемся. Вот как теперь фильмы такие, так это вообще... Совместно возмущаемся. Да, и уж смотреть не хочется. Или рекламу, вот, даже про пиво рекламу. Это вот Зину кричат, да, и ну, что это за реклама? Это разврат просто и все какой-то. И вообще такие рекламы вообще нехорошие. И фильмы нехорошие сейчас показывают. Но почему-то нет наших старых-то фильмов. Почему не показывают их? Или музыка, вон, по радио, да, передают музыку. Для русских передают иностранную музыку. Мы что, слова понимаем? Или мелодию понимаешь? Или ничего вообще не понимаем? Ну, а слушать приходится. И вот, начинаем тоже с вами говорить, что... Ну, это для кого? Для кого это все? Только не для нас. Так? Ну, ведь правильно, да? Музыка. Вот с утра музыка, и не знаю, на каком языке. Редко-редко просто, короче, наша музыка, русские. Американщины, американщины. Ну, вот вы говорите, вы познакомились на танцах в ДК «Октябрь». Вы помните вот первый танец, который вы танцевали? Это мелодия? Вальс, наверное. Вальс. 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 Ага. А вот Михаил Иванович, он часто играет вот дома просто? Ой, все время играет. Все свободное время стараюсь играть. В общем, как отдыхает, пять минут. Пять минут появляется. Музыкальная минутка. Музыкальная минутка. Или там покушаем, а я, значит, тоже отдохну пять минут и начинаю играть. А часто ли он играет вам ваши любимые песни? Да, все играют, все мои любимые песни. Какой вопрос, все играют. Может быть, он вам сейчас тоже сыграет? Да. А может, споет? Да, да, твоя любимая песня. Ой, любви, будто песен много. Любую! Ну, давайте попробуем. ПО-пока! ПО-пока! Музыкальная мультика. Музыка. Музыка. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пусть годы заходят. ПЕСНЯ Снова первая куплета, да? Да нет, со второго только играть не надо. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Симон